Всем привет! С вами Дарья Кей. И сегодня видео про мои фавориты. Вы не представляете, как я рада тому, что у меня развязались руки. Могу вот так делать. Теперь я могу общаться с вами по радио. По радиосистеме, которую купила. Я могу сделать так. Ладно, так лучше делать не надо. Вы не представляете, какой я на самом деле перфекционист в съемке. Как мне хочется сразу же, чтобы была качественная картинка, крутой звук. Саму картинку. Вот сейчас я сижу. Если я подойду чуть ближе, из-за того, что у меня объектив фиксированный, я просто выйду из фокуса. Ну, короче, вот. Я сейчас купила радиосистему. Я пипец как рада. Напишите, пожалуйста, в комментарии, слышно меня нормально или плохо. Надеюсь, нормально все-таки, потому что пипец. Я столько на нее потратила. Но не в этом дело. Дело в другом, что я сегодня расскажу о фаворитах. Естественно, первым фаворитом будет радиосистема. Это звук. Это просто воздух. Я могу говорить из того конца комнаты. Хотите проверить? Вы меня слышите? Я тут. Сегодня я расскажу о своих фаворитах. О тех продуктах, которыми я пользовалась на протяжении начала осени. И сейчас ее, можно сказать, завершение. Это будет не только косметика. Это будут даже средства ухода. Поэтому, я думаю, видео должно быть интересным. Сейчас я вам расскажу о вещи, которыми накрашены мои ресницы. 90% времени. Это тушь Stellar Wild. Тушь очень похожа на Vivienne Sabo Cabaret. Но только лучше. Так она и стала моим фаворитом. У этой туши маленькая щеточка, тоненькая, которая прокрашивает и разделяет ресницы. Если они еще перед этим чуть-чуть подвиты керлером, то вообще супер. Потому что она их прям ставит на то место, разделяет, прокрашивает от корней. И из-за этого иногда я могу смухлевать и не прокрашивать межресничку. Сделать просто подводку и прям тушей подобраться к корням ресниц. И сделать это межресничку черной. Вот с помощью этой туши. Люблю такой тип щеточек. У нее очень интересный дизайн. Благодаря этому дизайну они придумали конкурс, который проходит. Я о нем рассказывала в Инстаграме. Блогеры могут участвовать. Я буду участвовать в Инстаграм. И бороться за поездку в Танзанию. Нужно выполнять макияжи на косметике Стеллари. Ну, эта тушь будет точно там участвовать. Поэтому переходите в мой Инстаграм. Он будет ниже в описании. И если вы блогер, то участвуйте в этом конкурсе. Посмотрим, кто поедет в Танзанию. Следующим будет распаковка духов, которыми я пользовалась всю прошлую зиму. И думаю продолжать эту традицию. Это духи Молекула 1. Их я заказывала в интернет-магазине Духи РФ. Сейчас я распакую мои любимые духи. Эти духи вообще как вторая кожа. Их я попробовала очень давно. В году 2012. Мне брызнули на руку. И я влюбилась. Ну, это действительно такие духи, которые вызывают эмоции. Но они раскрываются только на вашей коже. Я заказала 100 мл. Запах уже просачивается через упаковку. Весной и летом я пользовалась второй молекулой. Она идет без крышечки. Вот прям так вот выглядит. И на зиму я предпочитаю первую. Но на самом деле они универсальные. И это чисто мое какое-то предпочтение. Ах, давай. Как я обожаю этот запах, блин. Они просто шикарные. Вот так выглядит полностью флакон. Никаких крышек, ни насадок, ничего нет. Сейчас я брызну на руку. Если вы ни разу не пользовались молекулой, то я советую начать с первой. Дадим немножечко развеяться. Но я уже чувствую этот аромат. Иногда я себя прям ограничиваю. Это тот случай, потому что я выброс в голове весь флакон за зиму, получается. За зиму и начало весны. 100 миллилитров. За три месяца, за четыре. Это перебор, да. Аж я им брызгалась каждый день, потому что, ну, я не могу. Они дарят мне энергию, которую я сейчас тоже хочу в себя влить. Поэтому я их и заказала. Заказала я их на сайте Духи.РФ. Там очень большой ассортимент духов, более 12 тысяч позиций. Это полный капец. Огромный выбор. Но я-то знаю, что брать, сами понимаете. У них полностью оригинальная парфюмерия. Есть сертификаты, декларации. Пахнет все как в оригинале. Я привыкла людям все-таки доверять. Поэтому смело могу рекомендовать этот сайт. Да, это оно. С этим ароматом у меня много что связано. Его я первый раз попробовала в 2012 году. Мой на тот момент бойфренд нанес его на руку. И я такая, о боже, это так сексуально. Аромат такой сексуальный. И этот аромат продолжает, на самом деле, оставаться таким же притягательным, сексуальным. Когда я его наносила на себя, люди подходят, реально подходят ко мне в метро и говорят, Девушка, а чем вас так пахнет? Некоторые сразу такие, о, это молекула. Я говорю, ну да. Не могу сказать, какая лучше, потому что это совершенно разные. Когда тестируешь и первую, и вторую, то ты понимаешь, в чем разница. Но когда у тебя остается одна бутылочка, то ты уже забываешь запах предыдущий. Первая пахнет чуть менее свежо. Она больше сливается с телом и раскрывает аромат именно вашего тела, то, как оно пахнет. Это, на самом деле, очень интересно. И я с такими горящими глазами рассказываю не просто так, потому что эти ароматы они реально заводят. Их можно, повторяюсь, приобрести на сайте духи.рф. И я оставлю даже промокод, по которому можно получить 7% скидку, введя этот промокод. Получить его можно, перейдя по ссылке под видео. Оставлю все в инфобоксе в описании. Вы смотрите сами. Но протестировать молекулу первую или вторую, точнее наоборот, я вам советую обязательно, потому что это просто невероятно. Они два моих любимчика на осень. Я ими буду брызгаться, радоваться. Молекулы это такие духи, на которые у меня никогда никто не жаловался. То есть я ими брызнулась, и мне никто не говорил, боже мой, чем-то набрызгалось. Я сейчас умру, я сейчас задохнусь. Просто невыносимый запах. Ну, то есть это духи, которые 100% вам понравятся. И я это гарантирую. Возвращаясь к сайту духи.рф, там большой выбор пробников. Мне его дали в подарок. От 3000 идут пробники в подарок. Это La Fem Prada. У меня такого аромата не было. La Un. La Un. Буду распилять на себя. Просто нанесу. В воздух немножко. Понюхаю. Интересный аромат. Более взрослый, какой-то пудровый. 100 мл. Дизайн просто наипростейший. Если честно, мне нравится дизайн больше у второй молекулы. Не буду обижать первую. Это два моих фаворита. Если у вас уже есть духи молекулы, первая или вторая, или третья. Третья вообще хвойная какая-то чересчур. Мне она не очень понравилась, кстати. То или эксцентрик. Блин, не могу все остановиться говорить про них. То все равно переходите на духи РФ и подберите там какой-то аромат. Может быть винтажный. Духи РФ уже больше 10 лет. Они работают с 2008 года. Еще у них появился собственный канал на YouTube, который я просматриваю. И смотрела обзор на молекулу. Так что поточнее узнать можно будет под видео. Я оставлю ссылку именно на видео об этих духах. Ну какой у меня следующий фаворит? Конечно же наклейки Гева. Гев сделал коллаборацию со Златой Зивой. Это художница. Это художница, которая помогла ему нарисовать наклейки с ним. И он сделал чудеснейшие, просто милые наклеечки. Я думаю, наклеить прям его рожицу на мой телефон будет через чур. Но многие такие маленькие штучки, я наклеила его лозунг «Сияйте» в конце видео. Не бледно, next. Все можно найти на этих наклейках и наклеить на тетрадку, на кейс пейзажиста. Я бы наклеила вот эту наклейку на кейс, потому что смотрится прикольно. Сейчас у меня такой интересный чехол благодаря его наклейкам, потому что он их подарил. Спасибо, Гев. Спасибо большое. Делай еще, твори. Я прям радуюсь, когда что-то такое выходит. Это получается твой первый мерч. Вот так вот. Классно смотрится. Как тебе? Здорово. Немножко пролила сюда масло. Уже наклеечка немного подпортилась. Но вообще я хожу вот с таким чехлом. Мне кажется, это мило. Наклейки можно будет приобрести у него самого, написать ему в директ, и он отправит по всему миру, наверное. Может быть, по России только. Не знаю. Следующая вещь будет уже по уходу за лицом. Это крем от Beauty Drugs. Цико-крем. Репэр-крем. Экземпляр крема для проблемной такой кожи, но не совсем. Он и хорошо увлажняет, и хорошо борется с маленькими такими ненужными воспалениями. Я использовала его полностью. Ну, осталось там, может быть, на неделю. Вот. Добротный крем, который захочется покупать снова и снова. Обязательно куплю еще одну баночку. Люблю я крема с маслами, и тут как раз-таки много масел, которые подлечивают кожу. Он немного борется с куперозом, как мне показалось, потому что покраснения на коже стали поменьше. Также под макияж хорошо ложится на него тональная крема. Нужно немножко просто подождать. Он жирненький. Он такой. Следующий это ночной крем от Arborian. Такая черная, красивая упаковка. Который я пользуюсь примерно месяц, но он тоже, кстати, пахнет какими-то цитрусовыми. Сорбет Найт крем от Arborian. Этот крем дает сильный эффект увлажнения. И если нанести его на ночь, то утром просыпаешься, и кожу можно просто умыться и даже не наносить крем. Но так делать не нужно, лучше нанести все-таки. Есть такие крема ночные, которые как бы должны выравнивать твой цвет лица. И они выравнивают его за счет притягивания воды к коже. Так делает ночной крем Виши. Во-первых, он липкий, когда засыпаешь. Утром просыпаешься, у тебя вот такая вот будка. Этот крем так не делает. За это он мне нравится. Не только за это. За то, что он увлажняет и не притягивает слишком воду к лицу. Чтобы добить эту тему с Arborian, Arborian кому как удобнее. CC крем, который из белого превращается в бежевый. Легкий, который можно использовать на каждый день. Если ваша кожа не требует сильного перекрытия цветового, то это отличная вещь. Не матирует лицо, наоборот делает немного влажное, как у меня сейчас сияющее покрытие. Немного разбавив... Не греми. Немного разбавив тему макияжа и дополнив тему ароматов, хочу показать свечи от Joe Malone и Origins, которые этой осенью меня очень радуют. Для домашнего уюта и тепла люблю свечку Sea Salt с запахом морской соли. Обуютить ваш вечер. Отдельное внимание хочу уделить крышечке. Это просто находка. Потому что раньше, когда я тушила свечки, у меня дым расходился по всей комнате. И из-за этого запах даже свечки перебивался на запах гаря. Эта штука просто находка. Я ее почистила. Вообще она была такая пригоревшая уже. Я ей просто накрываю свечку. Через 30 секунд она уже гаснет и запах как бы рассеивается внутри этой свечки. Он не выходит в комнату и не портит воздух. Свечка не портит воздух. Свечка от Origins просто невероятно пахнет. Приятный согревающий аромат. Feel good candle, feel good candle. С ней поступаю точно так же, накрывая просто крышечкой от Joe Malone. И эта свечка тоже не портит воздух. Копалась у меня штука вот буквально недавно в пудре Discovery Box. Я не ожидала, что вот буквально за два дня я ее захочу показать в фаворитах. Просто у меня были сухие губы. Вот уже, наверное, целый месяц я их кусаю. И меня бесит, что они сухие. И я намазала блистексом. Вещь просто спасла их. Даже сейчас немного могу подмазать. Пахнет лечебно. Люблю только запах. Ну, не отталкивает. Я нанесла, думала просто это второй Carmex. Нифига. Это совершенно другая вещь. Приятная, которая губы размягчает, увлажняет. На длительный срок она остается и на губах, никуда не исчезает. И убирает сухие корочки. То есть, если кто не мог долго справиться с проблемой, недорогая совершенно вещь. Посмотрела по пудре, стоит 250 рублей. Можно найти ее на пудре, там, где она мне и попалась. Хороший карандаш для бровей во втором оттенке. Самое главное, во втором оттенке от Vivienne Sabo. Тоненьким автокарандашом я прорисовываю бровь. Вот у меня сейчас она не накрашена. И с другой стороны я просто вычесываю ее. Удобно, классно. Обычный пудровый хороший карандаш. Во втором оттенке. В России открылась Sephora и к нам приехала Kat Von D. Ну, конечно же, как я не могла рассказать палетке, которую мне прислали, как блогеру. Но я в нее прям невероятно влюбилась. Потому что эта палетка почти вся в матовых оттенках. Я редко использую нематовые оттенки. Вот у меня сейчас на глазах, кстати, палетка Lime Crime новая. Но чисто чудом попала на мои глаза, потому что я очень редко на себе использую яркие оттенки. Это палетка 50 оттенков Nude 100%. Тут есть пудра, корректор и румяна. Представляете, в палетке, которая называется Eye для глаз, есть корректор. Причем серый. Его можно использовать как холодный растушевочный. Также тут есть тепло-коричневый, холодный коричневый, черный, светлый, молочный, белый. Тут просто невероятная палитра оттенков. Ею я пользуюсь вот уже последний месяц. Только ей я использую в складку оттенок скульптора. И могу проскультурировать скулы. Единственный такой недочет. Я не понимаю, зачем ставить черный оттенок и скульптор рядом. Блин, я не знаю, а куда в принципе, ну не к белому же, да, наверное. Я часто залезаю в этот черный оттенок и делаю такой себе черный чирк на лице. Однозначно рекомендую для тех, у кого закончились их нюдовые палетки. Тени, естественно, я не забыла. Я забыла сказать про пигментацию теней. Пигментация на высшем уровне. Пигментация теней просто супер. И они очень мягкие, распределяются хорошо по веку. То есть, если я даже просто беру холодный вот этот скульптора оттенок, я могу его нанести предварительно, не запудрив века. То есть, оно будет хорошо распределяться и ложиться на него. Что касается губ, у меня тут прям несколько фаворитов. Я полюбила карандаш 104 от Vivienne Savo. Вы представляете, взрыв мозга не 103, 104. Классный. Чуть-чуть темнее, чем 103. 103 можно использовать на день, а 104 уже надеть на вечер. Если вы также обожаете 150 оттенков нюда и нюда также на губах, то вот рекоменд-рекоменд 104 карандаш от Vivienne Savo. Как я понимаю, это новинка, потому что я не видела его до этого. Если это вечер, то помада Lolita матовая от Kat Von D. Если это день, то полуматовая помада от Nars. Оттенок Swing. Она совершенно не сушит губы, и ее можно нанести сверху карандаша. И она как бы уберет эту сухость с губ. То есть, если нанести бальзам сверху карандаша, то будет уже прям некрасиво поблескивать. Идеальный нюд. Не Катя, конечно, Клэп. В фаворитах я показываю продукты, которыми пользуюсь каждый день. Туда также попала помада от Kat Von D. Мне показалось за счет этой хлипкой упаковки, что это такая посредственная помада. Но опять я недооценила Kat. На самом деле помада очень хорошая, держится на губах просто прекрасно. Лучше многих матовых помад, да, не побоюсь этого слова. Дизайн простой и одновременно красивый. Я просто недооценила ее реально. Мало очень кто пробовал даже из блогеров продукцию Kat Von D. И она очень популярна за рубежом. И я очень рада, что у нас открылась Sephora в России. Что можно теперь просто прийти и купить Kat. Любой оттенок протестировать. Не могу не показать тату-лайнер с кисточкой 24 часа. Не скажу, что он держится 24 часа. Но мне очень нравится, что тут не фетровый наконечник, а кисточкой из-за этого им прокрашивать стрелку и вытягивать ее намного легче. Ну, это вещи, которым я советую присмотреться. Мои фавориты. Чем я пользуюсь этой осенью. Надеюсь, вам они понравились. Может, вы их сможете протестировать в магазинах. Я была бы рада, если бы вы написали внизу в комментариях, то чем вы, может быть, пользовались из-за этого или пользуетесь сейчас. А с вами была Дарья Кей. Не забывайте написать, что нам по звуку. До скорых встреч. Пока-пока. Увидимся в следующих видео. Пока.